Все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. Но чтобы вспомнить это, нужно читать книги. Смотреть в себя, слушать себя и доверять себе. Лев Николаевич Толстой Здравствуйте, дорогие полевчане! Мне очень приятно присутствовать на программе «Книжкина осень». Меня зовут Вера Валентиновна Глинских. Я работаю в централизованной библиотечной системе города Полевского. Мое место работы – центральная детская библиотека. Я очень много лет работаю в библиотеке и отдаю в свое сердце всем тем, кто приходит общаться с книгой, кто хочет дружить с книгой. Моя жизненная позиция – это любовь к чтению. Я считаю, что если у тебя эта позиция существует, она поможет тебе в дальнейшем быть уверенным человеком, быть самостоятельным, быть независимым, иметь свою точку зрения, просто уметь хорошо дружить с другими, любить родину, близких своих, своих товарищей. Среди огромнейшего количества книг, о которых мне бы хотелось сказать в сегодняшнюю книжке «Книжкина осень», я бы хотела сделать упор на традиционную детскую литературу, на литературу, на детскую классику. Несмотря ни на что, какие бы перемены в нашем обществе ни происходили, детская классика, она остается, она проходит испытание временем, и мы, сотрудники библиотеки, знаем это, что классики всегда будут востребованы. Среди них я бы хотела обратить внимание, и для того, чтобы начать с детьми читать вместе, я бы хотела обратить внимание на книгу Николая Николаевича Носова. Это классик детской литературы. И его изумительный рассказ «Живая шляпа» может заинтересовать любого ребенка, если его еще прочесть со вкусом. А замечательный рассказ, который называется «Леденец», тоже не менее интересен будет и вам, и детям, потому что он говорит о человеческих, детских ошибках, просчетах, и помогает ребенку оценить и понять свой поступок или проступок, хороший он или плохой. Книга Николая Николаевича Носова, несмотря ни на что, заслуживает внимания у дошкольников и школьников младшего возраста. Из моих любимых книг, которые я тоже всегда рекомендую, которые всегда всем нравятся, это книги, естественно, Астрид Мингрен. Это классик детской литературы, это писатель из Швеции, знаменитая писательница. Она оставила нам много книг. Среди них я хотела бы обратить внимание на книгу «Приключения Эмиля» из Лёнинберге. Самое главное, что мальчик Эмиль в большой своей семье, он шалунишка и проказник. В этот день на обед сварили мясной бульон. Ирина перелила из кастрюли в цветастую супницу, все улеселись за круглый стол и с аппетитом принялись за еду. Эмиль очень любил бульон, поэтому он хлебал громко и торопливо. «Разве обязательно так хлюпать?» спросила мама. «Да, — ответил Эмиль, — иначе никто не будет знать, что я ем суп». Был очень суп, бульон был очень вкусный, все брали добавку, кто сколько хочет, и в конце концов на дне супницы осталось лишь немного морковки с луком. Этим-то и решил полакомиться Эмиль. Недолго думая, он подтянулся к супнице, придвинул ее к себе и сунул в нее голову. Всем было слышно, как он со свистом всасывает гущу. Когда же Эмиль вылезал дно чуть ли не до суха, он, естественно, захотел вытащить голову из супницы. Но не тут-то было. Супница плотно обхватила ей лоб, виски, затылок и не снималась. Эмиль испугался и вскочил со стула. Он стоял посреди кухни с супницей на голове, словно в рыцарском шлеме. А супница сполосала все ниже и ниже. Сперва под ней скрылись его глаза, потом нос и даже подбородок. Эмиль пытался освободиться, но ничего не выходило. Супница словно приросла к его голове. Тогда он стал кричать благим матом, а вслед за ним с перепугу и Лина. Да и все не на шутку испугались. Наша прекрасная супница, все твердила Лина. В чем же я теперь буду подавать суп? Что было дальше? Вы узнаете, когда прочтете эту книгу. Это зарубежная писательница, это творчество, классика детской литературы. Я хочу подарить вам для совместного чтения с детьми книгу Евгения Ивановича Чарушина «Тюпа, Томка и Сорока». Наравне с другими писателями, которые посвящают свое творчество жизнеписанию животных, взаимоотношения человека с ними, Скребицкий, Пришвин, Снегирев, Сладков. И среди них яркой такой звездочкой выделяется Евгений Иванович Чарушин. Он талантливый двойне. Он пишет и сопровождает свой текст рисунками, которые сделает сам. Из всех произведений, конечно, мы же прекрасно знаем, как дети общаются с животными. Но вот Никита решил поиграть в доктора. И свою собаку Томку решил, что она будет его подопечна. Говорит Никита Томке, ну, Томка, сейчас я буду тебя лечить. Надел Никита на себя халат из простыни, очки нацепил на нос и взял докторскую трубочку для выслушивания, тудку, игрушку. Потом вышел за дверь и постучался. Этот доктор пришел, потом утерся полотенцем. Этот доктор вымыл руки, поклонился щенку Томке и говорит, здравствуйте, молодой человек, вы хвораете, я вижу, что же у вас болит? А Томка, конечно, ничего не отвечает, только хвостиком виляет. Не умеет говорить. Ложитесь, молодой человек, говорит доктор Никита, я вас выслушаю. Доктор повернул Томку кверху позом, приставил к животу дудочку и слушает. А Томка, хватит дудочку. И еще его за ухо. Ты что кусаешься, закричал Никита. Ведь я же доктор, рассердился доктор. Ухватил Томку за лап и сунул под мышку градусник, карандаш. А Томка не хочет измерять температуру, барахтается. Тогда доктор говорит больному, теперь вы откройте рот и скажите «а». И высуньте язык. Хотел язык посмотреть, а Томка вяжет, язык не высовывает. Я пропишу вам лекарства, говорит доктор Никита, и научу чистить зубы. Я вижу, что вы, молодой человек, неряха, не любите чистить зубы. Взял Никита свою зубную щетку и стал чистить у Томки зубы. А Томка, как схватит щетку зубами, вырвался у доктора из рук, утащил щетку и раскрыз ее на мелкие кусочки. Ты глупый, Томка, кричит Никитка, ведь совсем не так играют. Так и не научился Томка играть в больного. Вот такие очень добрые, замечательные истории рассказывает Евгений Иванович Рушин. Из современных писателей, которые тоже подрастают и пишут книги для детей, то есть на благо тем родителям, которые хотели бы уже читать детям своим, рекомендовать детям своим, современных писателей, Я когда-то очень-очень давно, лет 15 назад, увидела книжечку Сергея Седова. Жил был Леша. Это было в 1991 году. Эта книжечка пришла к нам в библиотеку. Я как ее открыла, так моя душа сразу же заполнилась необыкновенным. Ощущение доброты, тепла, юмора. Получил Леша двойку. Что же ты, Леша, сказала учительница, на тебя это не похоже. Нет, похоже, ответил Леша и превратился в жирную двойку. А учительница пошла к директору и говорит, я не могу вести урок. У меня в классе сидит большая неудовлетворительная отметка. Кто-то ее привел в класс. Директор очень рассердился и сам пошел разбираться. Заходит и видит, сидит в классе. Аккуратная пятерочка. И объясняет новый материал. Он, чтобы не мешать, вышел тихонечко и говорит, что же это вы, Надежда Владимировна, двойку от пятерки не отличаете. Успеваемость от этого страдает. Это про мальчика Лешу, который мог во что-то, во что угодно превращаться. Изумительно, очень добрая, с юмором книжечка. Еще книги, которые прошли испытания. Например, книжечка Сергея Михалкова про девочку, которая плохо кушала. Если ваши дети плохо кушают, возьмите эту книжечку именно в таком издании. Найдите в библиотеке или где-то нарисуйте ее сами. Придумайте, завлеките своего ребеночка. Девочка, которая плохо кушала, потому что она, ну, наверное, поможет вашему ребенку, чтобы у него появился аппетит. Юля плохо кушает и никого не слушает. Съешь яичко, Юлечка. Не хочу, мамулечка. Съешь с колбаской бутерброд. Прикрывает Юля рот. Супик? Нет. Котлетку? Нет. Стынет Юлечкин обед. Что с тобой, Юлечка? Ничего, мамулечка. Сделай, внученька, глоточек. Проглоти еще кусочек. Пожалей нас, Юлечка. Не могу, бабулечка. Мама с бабушкой в слезах. Тает Юля на глазах. Появился детский врач. Глеб Сергеевич Пугач. Смотрит строго и сердито. Нет у Юли аппетита. Только вижу, что она безусловно не больна. Как помог Глеб Сергеевич Пугач исправить девочку, чтобы у нее появился аппетит, вы прочитаете вместе с детьми и сами получите огромнейшее удовольствие. Наша книжкина осень подошла к концу. Я от всей души желаю вам, чтобы вы посмотрели, почитали вместе с детьми все предложенные книги. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok